Видно, да? На заднем фоне. Чего там что-то произошло? Упало. Я говорю, они травмоопасные, они только для БМХ-серов. Тут каждый второй ребенок падает вообще. То есть это надо обгородить и поставить значок для БМХ-серов, для велосипедистов. Вы что такая вообще? Вы велосипед его забираете. Мы вашего ребенка когда-нибудь забираем. Вы руки уберите. На улицах неспокойно. Именно это предсказал мой дорогой товарищ еще в 2020 году. На улице неспокойно. Александр Зубенко сказал данную фразу и был чертовски прав. Если вы не знаете Александра Зубенко, вы не знаете никого. Красивый голубоглазый молдаван. Еще в 2020 году он предсказал Армагеддон, который произошел вот вчера на детской площадке. Ты в курсе то, что я Армагеддон остановил? Армагеддон. Конец света. Сегодня мы с вами отправимся на разведку. Узнаем, как она там, обстановка. Накал происходит или не накал. Накал вообще в любом деле очень плохо. Потому что там и кал, и накал, и все. Как там этот говорил. Вернее, видеть могут не все. Мало кто это может делать. А сегодня, в завтрашний день. Вот это из-за того разряда. Проведем собственное независимое расследование на основе... Бериллия. Ага. Это чертовски верно. Как ты сказал, что есть бериллий, когда мы за тобой еще не поехали. Это начало видео. Что-то, по-моему, тут не сходится. Бериллий. Что такое бериллий? Бериллий это опасная вещь, которую проводили пытки еще во времена древних русов. Училка по истории моя где-то там повесилась. Там в те времена еще не знали, что такое хромолибден. Совсем охренели. Но самое главное, что сегодня произошло, это прорвало сливную трубу прямо на детской площадке. Там прям все полетело из-за всех сторон, из-за всех щелей. Сколько можно, бля? Сколько можно, бля? Все бы ничего, если бы там не было рукоприкладства. Сегодня мы туда поедем. Главное, на этом говне не поскользнуться. Поэтому будем очень аккуратны. В общем, была не была. Поехали. В этом деле нам нужна будет помощь. И не Абакова, а самого Сан Саныча. Ведь именно он может с точностью высказать мнение по поводу определенных ситуаций. И самое что главное, кратко. И по факту. Привет мужикам из Барнаула. Пократней на поворотах. Грифт это дело такое. Соблюдайте правила уличного движения. Ну что, мужики, как говорится, двигаем кони на место преступления. Едем сейчас в сторону Волоча. Я сейчас, конечно, ужасно чувствую велосипед этот. Вот полтора года покатайтесь на металлодом, на бумаге всяк-то резко. Вот там и будет. Все приколы вам. Тысячу лет у нас подобных злодеяний не было. И вот террас поселилась. Володя тоже негодует. Говорит, что это вообще ни в какие ворота. Но в то же время мы понимаем, что отчасти в этом всем и наша вина есть. То, что мы вообще допустили такое. При этом за две недели до происшествия мы знали, что такое происходит. И должным образом не отреагировали. Ну а вообще, слава богу, отделывались, так сказать, легким испугом. Конечно, если бы они реально там какие-то велосипеды забирали, то уже бы сидели в участке мы все. Ну а так, вообще, считается в наших кругах детские игры. Просто в этих детских играх иногда до забирания велосипед доходит. Вот поедем, будем проводить дознавание. Поймем всю боль, печаль того, в каком положении у нас находится все то, что сделано для БМХ, а точнее не сделано ничего. О, местные тропинки для среза. У нас вот так по истории Барнаула получилось, что мы уже закаленные, так сказать, на амфуч. Десять скейтпарков снеси. Вообще все по барабану будет. Нам терять нечего. Все скейтпарки давно уже на том свете. Поэтому от того, что мы лишний раз приедем на эти бугорки, ничего и не потеряется. Только люди опять выйдут и будут быковать. Безысходность она такая. У них-то площадки в каждом дворе есть. А у нас скейтпарков нету нигде. Только вот эти вот кочки. И то все резиновые такие противные. Конечно, в идеале хотелось бы в какой-нибудь параллельной вселенной, чтобы они на другие площадочки куда-нибудь переходили. Но это, конечно же, невозможно. Но это, опять же, если смотреть с нашей точки зрения. Если смотреть с их точки зрения, то все не так радужно. А вон уже Володя разминается, родной. Володя! Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это я проказник. Прям по газону. Видел тропинки? Это из-за меня. Здорово. Привет. Ну что, полетели сразу в пекло, так сказать. Погнали. Что-то как-то спокойно. Ну поехали. Я ожидал там это. Может, не надо. Ну правильно, с такими очками я бы тоже был спокоен. Мы прибыли на то самое благополучное. С чего это вдруг оно благополучное? Нифига это место неблагополучное. Именно в этом месте катаются наши пацаны. Потому что оно максимально напоминает скейтпарк, которого у нас в городе, я напоминаю, нет. В какой раз я это уже говорю. Но это самая главная причина, почему вообще есть беды от этих всех BMX'еров. По поводу этих кочек. Геометрия просто обалденная, пацаны. Я никому не рекомендую сюда приезжать во избежание вот таких вот всех конфликтов. Но кочки реально подбрасывают. Ничего не поделаешь. Это одно из самых главных, почему сюда пацаны приезжают. Еще буквально вчера здесь была тишина. Но как только приехали пацаны, сразу начинаются какие-то разборки. Сначала первая стадия. Это крик с окна. Кричат с окна о том, что полиция уже едет, суки, вам пи***. Затем, получается, идет вторая стадия. Это выход на улицу. Это все, это уже там до третьей стадии и недалеко. Третья стадия это какие-то неаккуратные слова в адрес этих людей. И все, и пошел процесс. Там уже идет что-то в рамках незакона. Ну что такое вообще? Ты че нервничаешь? Ты че нервничаешь? Вы велосипед его забираете? Ты че нервничаешь? Мы вашего ребенка когда-то не забираем. Руки уберите. Потому что тут есть эти кочки. А там нет кочек. Эти кочки, ребята, для маленьких. Чтобы они бегали на них. Наш всеми знакомый артистов, местный авторитет, дрифтер и вообще достаточно уважаемый человек на ленте. Немаловажно, танкист, ветеран World of Tanks. Время где-то примерно часов 9-8. Уже никто там не ходит. Ну хотя нам отсюда виднее, да, с дивана нашего. Мы видим издалека, есть там дети, нет, видео. И началась борьба как в Mortal Kombat'е каком-то за велосипед. Не поделили BMX, ребята, короче, надо. Это же тоже на BMX'е хочет кататься. Видать, это захотелось. Ну, мы свой не купим, мы же чужой отнимать будем, правильно? И ладно бы, если эта горка была здесь одна. Их тут 3, по-моему, да, штуки или 2. По соседству есть еще несколько таких горок. И они другой геометрии. Они вообще, я не знаю, только Вовучу вот за камерой нравится на них кататься. Все остальные на них не катаются. А здесь именно они тебя выкидывают вверх. Очень круто учить трюки. Ну и падать, конечно, ну, помягче, чем просто на какой-то там асфальт со ступеней. Как это у нас обычно все и происходит. Стрит в городе Барнаул, да и во всех городах, где нету скейт-парка, это просто ступени и гроб. Не зря у нас есть такое выражение «дроб в гроб». У нас это достаточно часто применимое слово. Гроб BMX. Во всем Shadow виноватые, проклятые. Блин, Shadow со своими этими гробами, с цепями. Там, это вот они виноваты все. Мы тут не при делах. Лариса, да? Вообще в Магнеле, или что, Алло? Нет. Нет. Это его имущество. Ничего страшного? В смысле что? Это его имущество. Ничего страшного. Я туда сейчас пойду, это, к инкассаторам такой, это, ну, все, ребят, давайте, до свидания, я забираю это, это имущество банка. Я такой, ничего страшного, и пошел дальше по своим делам. Ну вот, купил там камеру себе, еще что, я поражаюсь. Ничего страшного. Вот, блин, вот ущемление детей какое-то идет на BMX. Ничего страшного. Из кармана достанет, такая, уйти, кого-то мне имею, и все, и пойдет процесс. Наши пацаны, блин, нормальные, на вы, ни единого мата, блин, прям просто эталон какой-то, эталон и показатель, самое главное, всем остальным. Ребят, никогда нельзя материться при взрослых. В какой бы ни было ситуации, даже если у вас BMX забирают, у вас, бедолага, блин, надо себя вести нормально, не давать до последнего цепляться, не отдавать этот грааль. Ну и, блин, не борщить. Начнете обзывать, сорветесь, мало потом не покажется. Правильно говорил сам Саныч, то, что дети, это... Они даже дети, вечные дети. Прошлый год мы прокатались вообще без каких-либо происшествий. Почему в этом году так случилось? Здесь, ей-богу, господа, не знаю. И эта война продолжается, по-моему, они уже неделю третью воюют здесь. И тут закрадывается вопрос, точно ли виноваты пацаны, потому что пацаны здесь катаются уже год, а что-то тут женщина вот эта появилась абсолютно недавно. И после нее начались вот эти вызовы полиции там и тому подобное. Явно тут что-то они с пацанами как-то связаны. Безусловно, бывают и такие, я называю их, быдло-школьники там, либо что-то в этом духе. Но прикол в том, что здесь в конфликте участвовали пацаны у нас с ленты. То есть наши пацаны, которые воспитаны, из-за которых я ручаюсь. И при этом вот до такого довели. Они, кстати, в видосе, по-моему, даже ни разу не сматерились. Но при этом полицию на них вызвали. Слушай, меня не удивлюсь, если вот эти взрослые на них матерились. А если вы скажете то, что на вас кто-то матерился полиции, и она уже дошла до того, что она приехала, то полиция такая скажет, йоу, вы что, офигели? Типа, человека нельзя оскорблять, чтобы вы понимали. И это первое, что у нас сработало, когда приехала полиция на искру. Когда мы ее отвоевывали. Полиция сразу такая, вы их оскорбляли? И все. Вот. Вот и все приколы. И такое происходит постоянно во всех городах России. Вопрос. Как от этого избавиться? Чуваки, никак. Блин, люди до последнего будут вас прогонять. Тут кроме как просто прощаться со спотом, либо если в вашем городе есть Михалыч, вот такой вот есть вариант, типа, вот тогда реально что-то можно сделать. Если в вашем городе нету Михалыча, то, блин, ну тут уже, я не знаю, безысходность какая-то. У нас на искре после нашего визита все, в 99% случаев не прогоняют. Поэтому что-то мы реально с вами сделали. Как бы такие видео позволяют людям, которые не в теме, раскрыть глаза на это все. 14-летний пацан вот такой рассказывает. Вы знаете, в нашем городе нету скейтпарка. И, конечно же, его не послушают. А когда подходит здоровый дядька и таким голосом. Слушайте, вы вообще свое умы имеете? Вы какое право? И все. И пошло-поехало. Сразу же присядут туда, куда надо. Вот все, вот вся и суть. Да, вот так оно и работает, к сожалению. Почему так, нахуй? Отстань. Что вы делаете, алло? А вы можете нас посылать, да? Ясно, ясно. Что, Витек? Мораль всей басни такова. Эти конфликты будут бесконечны. Но, чтобы вы не попали в такую беду. Чтобы у вас не отнимали байк. Будьте умнее. Уступите этим людям. Потому что они вам не уступят. Это точно. Если, тем более, вы будете отстаивать свою точку зрения. То есть, если вы примете, скажете, что да, я виноват. И при этом придете к какому-то компромиссу. Так можно сделать. Но, если вы будете говорить, не-не-не, вы не имеете права, это триггер. Это все, это моментально, короче, на вас вот так набрасываются и все. Вам хана. Вот и сразу велосипед отбирают. У них заложено в программе то, что надо, короче, если ребенок, то надо отнимать велосипед. В последнее время начали строить дофига велодорог. Начали как строить. Асфальт сделают и рядом начертят, что вон, велодорога, идите катайтесь. Конечно же, всем пофигу и все идут, где идут. И им вообще... Ты только человеку скажешь, отойдите, здесь велодорога, пожалуйста. Он такой, ты что, иди еще порешаю прямо здесь. Я уже позвонил своим корешам, они едут. Будет примерно вот такое. Поэтому лучше в Барнауле такое не говорить. У нас все люди не привыкли к велодорогам. Ну и случай тоже. Попал у нас прямо в самые новости, какие только есть в городе. Там, получается, была такая история. Наши пацаны едут по велодороге. Какая-то женщина, ей не понравилось, как они проехали. Что вот вы там, нас слишком плохо объехали. В итоге им начинают орать. Пацаны ничего не слышат. Пацаны назад поворачиваются. И в один момент врезаются прямо в эти, знаете, трехколесные самокаты. Вот прямо в ребенка врезаются. На скорости там 5 км в час, может даже еще меньше. Говори, пожалуйста, номер мамы. Нет. Можете меня не снимать. Это равносильно тому же самому, что вы возьмете, к такси сядете и будете его это... Посмотри на меня, посмотри на меня, пока вы куда-нибудь не врежетесь. Это абсолютно такая же ситуация. Но нет, надо еще заснять, куда-то там выложить. Короче, пердак там знатно у людей подгорел, видимо. Барнаул не был бы Барнаулом, если бы сразу же не произошел третий случай. И все вот буквально там за неделю. Летит, получается, какой-то BMX, неизвестно кто. То есть, ноу-нейм, мы его не знаем. И он рядом с лентой находится. Рядом с ним бежит собака. У него к одной части руля привязана вот эта вот нитка, веревка, как ее назвать. И собака немного не подрасчитала. Я, насколько понимаю, там мозгов больше у собаки было. Ну и, короче, собака не туда побежала. Ну, я надеюсь, она живая. Вообще там конкретно прям прилетело собаке. Жалко собаку. И действительно, это вастет. Это все, это потрачено. Это больно, понимаете. Это смотришь, и я не любитель собак, но даже мне больно сотреть. Главное, хозяин там что-то еще хромает. Блин, там собака вообще чуть-чуть голову не оторвало. Хозяин идет, там что-то хромает. Блин, вообще. Тут непонятно, кому больше не повезло. Хозяину с собакой или собакой с хозяином. На этом все, мужики. Не попадайтесь на эту удочку. Ни в коем случае. Вы знаете все загвоздки, все приколы. Так что, как говорится, предупрежен, значит вооружен. Поэтому все, будьте на вооружении и не попадетесь в такую ситуацию. Всем, господа, good bye. Ой, старость.